Окей, да, замечательно, хорошее наблюдение. Это значит, что есть определенная группа, к чему мы вышли, которая определяет, что есть искусство, а что таково мне не нравится. Вот вдруг появилась такая группа, которая взяла на себя эту функцию. Почему? Как? Другой вопрос, сейчас не будем его разбирать. Но тем не менее, вот в эту группу зайти, так сказать, с такой штукой, как фотография, тоже было очень непросто. И такой теоретик, и один из редких специалистов для первой половины XX века, как Жарковский, возглавлял отдел фотографии в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Вайт назвал ключевой, так сказать, самой важной фигурой для фотографии XX века. Почему он так назвал? Ну, наверное, были на то основания, и мы попробуем сейчас посмотреть на эту фигуру, и эти основания выясним. Ну, и одновременно применить и критический взгляд тоже. Итак, здесь перед вами выдержка из стихотворения «Изрещение невидности» в переводе прекрасного Маршака Санауяковича. Вот это первые четыре строчки. Почему Блейд? Ну, потому что это был любимый поэт Уайта, и его жизнь была связана с литературой, с поэзией очень плотно. Вот. И плюс, скорее всего, ну, мне так кажется, что это четверостище, оно отражает в целом подход и ощущение жизни Уайта, Уайтом и творчества, и мира вообще в целом. И он выражал собой, на мой взгляд, это такая переходная фигура модерна, которая совмещает в себя и классическую традицию, и отрицание грядущего безобразия. Вот. Для него мир был синкретичным, неразделенным. При том, что он пытался мыслить в терминах, которые определялись уже, здрасте, модернейскими теоретиками, но, тем не менее, в ощущении он жил того, что мир связан, неразделен, и он в нем точно такая же часть, как все окружающие его. В последнее время, я сразу хочу просто оговориться, много очень смешного происходит, мы будем говорить сегодня о том, как формируется язык в фотографии, а нужно сформировать этот самый примитивный аппарат, для того, чтобы другие понимали, что это что-то смыслоразличимое, внятное, важное и так далее. Вот. И последнее время, для того, чтобы описать, знаете, было модно в свое время, так сказать, теория психоаналитическая, то есть мы погружаемся в биографию, автора, и видим не только вехи его становления, его контакты, а вот мы теперь еще, так сказать, это так, условные искусствоведы, смотрим на автора и анализируем его с позиции психоанализа, и ищем, где эти моменты сублимации существуют. И это снова модная тема выплыва, и основана она, я просто посмотрел, что там появилось за последние годы про Вайта. Русские авторы не пишут об этом авторе вообще, а англоговорящие пишут. Вот. И там появилось ряд статей современных теоречков или сусствоведов даже, и все они в один голос повторяют, что наконец-то они раскрыли причину гениальности Вайта. Он был скрытым гомосексуалистом. На чем это основано? Чуть больше, чем ни на чем. Просто он не был женат. Но, что является доказательством? В 49-м году он сделал серию портретов обнаженных мужчин под названием «Искушение святого Себастьяна. Это зеркала». И создал книгу, которая строилась на отравлении и на отравлении. А вот теперь на этом мы можем делать, строить концепции. И главное, что он никак себя не проявил в этом качестве. Но современные искусствоведы, они, конечно, проницательнее. И они понимают, что это вот то, что он давил себе все время, находило такое выражение в творчестве. Поэтому эти вещи мы отметаем. Но, смотрите, опять же, очень интересно, как складывается язык не только какого-нибудь вида искусства, но и язык, как включить это искусство и художника в социальную жизнь. То есть его нужно постоянно маркировать какими-то обозначениями. И вот вопрос, почему это происходит, зачем это нужно делать. Коротко о биографии Уайта. Это снимок не Уайта. Он родился в 908 году в Миннесоте в семье мелких буржуа, очень мелких. Там мать портниха, отец тоже ремесленник. И дедушка подарил ему в свое время свой фотоаппарат, когда мальчику было лет 8-7. Потом подарил ему аппарат для просмотра слайдов с набором исторических слайдов. Видимо, это вызвало какой-то интерес. У ребенка позже, после окончания школы, он поступил в колледж при университете и по окончании получил степень ботаника и степень по английскому языку. Он изучал литературу и поэзию. Но следом было поступление в университет. Ботаника каким-то образом привлекала молодого человека и, учась на факультете, он создавал фотографии, микрофотографии, водоросли. То есть, понимаете, этому было необходимо для его учебы, для его научной работы. Но одновременно фотография вот здесь смыкалась с его интерес научный и интерес фотографии как технологии. Видимо, находили какой-то такой симбиоз очень полезный для него. Ну, после окончания университета, это был 37-й год, молодой человек остался, как вы понимаете, без работы. Была Великая Депрессия и он работал ночным администратором в отеле до тех пор, пока волею случая не оказался в управлении общественных работ. Кто знает, что это такое? Кто слышал про Великую Депрессию? А чем была вызвана Великую Депрессию? Там, можно было верить вам, было очень много заемов, которые люди брали с тем, что рынок акций коллапсировал и отрушился. из того, что... А это было следствие? Да, это уже чуть-чуть позднее. Дело в том, что рынок акций это, ну что, это спекулятивная, так сказать, составляющая экономики, не более того. Реальный сектор, он реагирует вторично на это. Вот. Но одна из историй, она описана очень гениально, хорошо в гениальной книге Стейнбека «Грузья гнева». Если кто-то не читал, то я очень-очень советую, это великий роман. Вот. И, во-первых, одна из причин это большой наплыв иммигрантов, завоз дешевой рабочей силы. Другая причина это то, что это смена технологического уклада, это приход машины в сельское хозяйство. А как конкретно повлияла вот эта рабочая сила? Ну, то есть, на что она повлияла? На что влияет? Какая была? Сейчас я это попробую объяснить. И второй момент это то, что пришла механизация и люди, фермеры брали кредиты на покупку техники. Теперь трактор высвобождал огромное количество людей, потому что можно было не нанимать, можно было спахивать самому. Вот. Но случилась засуха и банки воспользовались этим и они в счет погашения забирали землю. То есть, оказались не нужны и фермеры. То есть, они оказались выброшены в экономику. И производство не способно было, индустрия не способна была переварить такое количество людей. То есть, начинается обвещание, понимаете. То есть, есть соотношение величин, когда индустрия и количество населения, они должны определенным образом коррелироваться. Капитализм, он всегда заинтересован в том, чтобы избыток был рабочей силы. Это так называемая резервная армия труда. Она необходима капиталистам для того, чтобы работающие работали за малые деньги. Потому что им всегда говорят, смотрите, там очередь. Не нравится людей. Это же обычная история. Вы же знаете, хорошо. Вот так это связано. Восвобождение. Монополизация. Восвобождение большого количества людей не занятых в экономике значит, без следствия существования. Плюс приток, дополнительный привоз рабочей силы, которая, казалось, сейчас обеспечит всех бесплатным трудом. Но в какой-то момент это все начинает коллапсировать. Вот это были причины. И надо сказать, что на тот момент Рузвельт был мудрым президентом. Он принял программу, которая до сих пор называется кинзианская модель. Это управляемый капитализм. То есть капитализм с элементами социализма. Когда государство берет на себя управление целыми отраслями экономики. И главное, что собственники обязываются теперь государством соблюдать определенные правила. То есть платить не ниже определенные нормы, выплачивать в страховке, пенсионные фонды и так далее. И специально создавались государством определенные отрасли строительства дорог, строительства новых технологических сооружений, гидростанций и так далее. И туда привлекались эти люди. То есть понятно, что печатный станок работал, но люди получали работу. И вот при этом управлении была целая администрация, которая нанимала фотографов. Их задача была ездить по стране и снимать то, что происходит. Это такой момент пропаганды. Это, во-первых, была историческая фиксация, а второе, это было необходимо для того, чтобы печатать журналы, газеты о том, что страна выходит таким образом из кризиса, все заняты, не устроены, мы работаем. Вот. Это был страх революции, которая не так давно произошла в России и давала очень невероятные просто, так сказать, плоды, потому что за 10 лет страна рванула из Средневековья в невероятный технологический лет, и плюс эта преодоленная бедность и развивающаяся наука и культура, все это было примером и боязнь революционных движений заставляла тогда администрацию действовать подобным образом. В эту работу были вовлечены очень многие люди, которых мы знаем сегодня, как самодельных авторов, и одна из них коллега Квайтер Дэй Ланг, вы наверняка знаете фотографию, она снимала как раз переселение фермеров на другие земли. и позже они работали не только в одном управлении, они и позже стали коллегами по учреждению фотографического журнала. Но это уже много позже, пока это некая предыстория, которая ботаника вводит в мир производства образов. То есть если бы наверняка было бы все нормально, то возможно он бы занял место где-нибудь в университете или изучал бы дальше ботанию. Ну вот таким образом камера стала его инструментом и пропитания, и творческого выражения. Вот, надо сказать, что у Уайта была достаточно любопытная, если можно так сказать, натура, и он не останавливался на том, что он освоил, что знал, он занимался постоянно самообразованием и в Орегоне создал до войны фотоклуб с фотогалереей, с фотолабораторией. Вот, и здесь нужно сказать, что вот это все фотодвижение, оно очень сильно напоминает в целом то, что происходит в европейской культуре с зарождением капиталистических отношений, это самодеятельность. То есть, вот, все, мы сами самоорганизуемся, создаем себе, так сказать, на основе нашего интереса сообщества, занимаемся саморазвитием, то есть, отсюда вытекает, по сути, вот вся современная европейская цивилизационная форма, которую мы называем буржуазной демократией. Вот, и в этой же парадигме существовал, конечно же, и Уайт. Его задача была снимать в Олегоне фасады зданий, которые будут сноситься для того, чтобы строить там новые объекты. Во время войны он был призван на службу, но нужно сказать, что до этого у него первая персональная выставка состоялась в 41-м году как раз уже шла мировая война, но штаты, как вы знаете, не участвовали в ней до последнего времени. Вот. и в 39-м году, по-моему, дай бог памяти мне, я кое-что так сказать себе тут пометил, чтобы не забыть эти даты, они, может быть, не так важны, но как веки определенные важны. по-моему, в 39-м году у него в American Photography в журнале выходит первая его статья, теоретическая его работа о фотографии. И надо сказать, что вот этот его литературный интерес, он превратится в интерес некого исследователя, теоретика, который будет много-много писать о фотографии. Он служит в разведке, сначала он служит на Гавайских островах, потом на Филиппинах и по возвращении в 45-м году да, там он снимает портреты солдат, офицеров, ну так, от случая к случаю, но пишет много-много работ по теории фотографии, то есть у него есть идеи, есть мысли, он их выражает письменно и вот же это найдет свое выражение в его многочисленных публикациях. Вот, в 46-м году, в 45-м году он возвращается из армии к мирной жизни и поступает, в 46-м году он поступает в Колумбийский университет на курс эстетики Майера Шапира, то есть у него есть потребность получить образование, кто знает это имя? Ну, хорошо, я вам тогда посоветую, а кто знает имя Климента Гринберга? Ну, ладно. Хорошо, Климент Гринберга это такой искусствовед, теоретик искусства, который отстаивал, в общем, создавал теорию авангардного искусства и его, так сказать, самая знаменитая, наверное, работа из переведенных на русский язык это авангард и кич. Вот. Его же, так сказать, оппонентом был Шапира, ну, не оппонентом, в смысле, так сказать, в постоянном клинче, а просто, так сказать, похоть, это Шапира разбивал, так сказать, всех теоретиков, которые рассматривали искусство и абстрактное искусство в том числе исключительно с формалистских позиций, ну, там, в котором венская школа искусствоведения в свое время пришла, вот, и это был американский марксист, который рассматривал искусство в связи с фигурой художника, да, и его циркуляцией в общественных отношениях. Поэтому для него абстрактное искусство не сводилось только к линиям, краскам, плоскости, а было еще и неким символом, то есть, если кто-то читал такого советско-венгерского теоретика искусств философа, как Лукач, то, в принципе, вы найдете очень много схожего. Но Лукач был противником абстрактного искусства, его критиковал, а Шапира был защитником. Так вот, главная там тема, наверное, в отношении к абстрактному искусству у Шапира она состояла в том, что это является выражением той формы экономических отношений, которые существуют, которые позволяют художнику таким образом заниматься самовыражением. то есть это не самовыражение, которое само по себе. И он находил в этом не только положительные моменты, но и приводил в пример идею художественной коммуны, которая была у Ван Гога, как тоска по социальности, по включенности в жизнь, в коммуникацию, в общение, в противовес той разъединенности, которая возникла в момент индустриализации. И в том же году он знакомится с Альфредом Штиглиц, но если по-немецки Стиглиц, если по-английски читать, кто знает это имя, просто не чтобы лишнего не сказать. Смотри-ка, пятерка, еще пятерка. Стиглиц это удивительный человек, увлеченный фотолюбитель, создатель первой в мире фотогалереи в Нью-Йорке, в этой галерее проходили выставки европейского модернистского искусства. Он просто возил из Парижа, из Лондона авторов выставки в Нью-Йорк. На тот момент Соединенные Штаты чувствовали себя деревней Европы. Все самое передовое было там. После Второй мировой войны все поменялось, все самое передовое оказалось в США, а вот все, так сказать, нужно возить теперь из Америки. Простите, кто видел фильм Аки Каулис-Мяки «Ленинградские ковбои едут в Америку»? Это у него такая работа, там есть в Хельсинки дурацкая кичевая группа «Ленинградские ковбои». Ленинградскими ковбоями называли бухари, которые на выходные ехали из Хельсинки в Ленинград, там нажирались, потому что там сухой закон. И обратно, пьяные поезда ехали, вот их называли «Ленинградские ковбои». И вот он снял три фильма, один фильм-концерт и два фильма-сюжета. И вот первый из них, этот самый, «Ленинградские ковбои едут в Америку». И там в тундре, в сарае они какому-то продюсеру показывают свое творчество, сидят в шубах, в перчатках, поют песню «Полюшка-Поле», «Полюшка-Широкополе» на русском языке. Вот. Сидит продюсер, кует папироску и говорит их директору, «Вам нужно поехать в Америку, там сидят в Америку». Примерно так можно сказать. Было на тот момент и Стиглиц оказался, конечно, в плену у той теории, которая была, потому что надо, здесь это уже можно сказать, что, наверное, безотносительно. Он публиковал главу из книг у себя в журнале, «Камера-Вок», это первый фотографический журнал в мире, опять же, Стиглица, и он у себя на страницах журнала публиковал не только фотографии, он публиковал и произведения надорнийского искусства, и он публиковал главы из точки и линии на плоскости Кантинского. И эта тема вот этого абстрактного духовного искусства, видимо, произвела на него неизгладимые впечатления. Вот. И сам Стиглиц произвел неизгладимые впечатления на Майнера-Вайта. Я несколько картинок покажу, я сейчас в близкий круг, кто во многом определил его судьбу, это опять же по автобиографическому замечанию самого Байта, тут не будем натягивать целом на глобусе, будем следовать авторам. Стиглиц выпускал журнал Камера-Вок, может быть, вы знаете, сегодня существует галерея Камера-Вок, одна из самых крупных торгующих галерей фотографических, и этот журнал отличался, это была по сути арт-книга, по сути, но он выпускался тиражом. Стиглиц корпел над каждым выпуском, там фотография, понятно, что это была гравюра, если сравнивать сегодня еще коллекционные, можно купить там у коллекционеров эти издания, посмотрители в музее, то фотографии будут отличаться гораздо, трудно тут говорить, лучше, но лучше, лучшей тональностью и качеством изображения, чем оригинал, то есть он выводил все тщательнейшим образом, каждая фотография печаталась на тонкой, почти прозрачной бумаге, и вклеивалась между двух белых листов, и шла она блоками, таким образом, то есть вам нужно было перевернуть белый лист, для того, чтобы увидеть чудесную фотографию, потом снова, перевернуть еще белые листы, снова, потом текст и так далее, вот, то есть сам журнал представлял из себя невероятно кропотливую работу и очень красивый продукт, картинок там было всегда не больше, так сказать, 12-16 работ, всего лишь, да, ну, каждый из них лука, здорово, но вот искусство, ну, никак, это вообще не связано с духом человеческим, это просто какая-то обезьяна реальность и не более того, и вот стиглицу очень важно было доказать, что это не обезьяна, и поэтому в этом кружке людей, которые были рядом со стиглицем, то возникло движение, первое движение фотографии под названием викториализм, то есть картинная реальность, картинный такой реализм, и там были созданы сложные техники печати и сложные оптические техники, на сегодняшний день можно так сказать, что очень малое количество людей владеет этим мастерством, ну, и тогда это было трудоемко, да, это такие вещи, как платиновая печать, как гумиарабиковая печать, как цианотипование не использовали, масляная печать, и это были изображения, которые это ухиарабы истахина, штифлилица показываю, истахина это его товарищ, вот, ну, это уже гумиарабиковая печать, это когда гумиарабиковая смола с дехроматом калия и с пигментом красящим вместе смешиваются, потом происходит наложение этой фотопластинки, засветка ультрафиолетов, и потом уже доработка это в воде с помощью кисточек и так далее позвонок получает, получается такое фактурное изображение, это может быть и полноцветный процесс, очень-очень трудоемкий, но дает хороший визуальный эффект, то есть все это делалось только для того, чтобы доказать, что фотография может быть искусством. и в 26-ом году Стиглиц создал серию работ под названием «Эквиваленты», да, соответствие по-русски. И вот на тот момент, когда к нему пришел наш герой Уайт, то и он пишет, что на тот момент, то, что ему говорил Стайхин, само по себе было эквивалентом, потому что они будто бы разделялись, то, что он говорит, и он сам. Вот, но главное, что он дал, говорит, мне путевку в жизнь, Уайт определенным образом спросил, любил ли ты когда-нибудь? И когда я сказал, что так, то он ответил, что тогда ты можешь заниматься фотографией. И для Уайта это было достаточно благословения, потому что благословения Стайхина требовали очень много. И он был достаточно суровым человеком для того, чтобы говорить это о каждом. Вторая фигура, которая оказала колоссальное влияние на Уайта, это Эдвард Уэстон. Это уже запад Соединенных Штатов. Это группа F64. Это тоже веха в истории фотографии. И в истории фотографии не только как технологии, но и как становлению эстетики. Мы можем проследить определенные параллели с Блёссельдом и с новыми предметниками. То, что касается европейской школы. Кстати, кто знает такое направление в искусстве, как новая предметность? Отлично. А вы знаете, кто написал предмет, манифест новой предметности? Карл Блёссельд это ботаник, ученый ботаник, немецкий, и фотограф, который создал камеру с трех соткратным увеличением и снимал фрагменты растений. То есть идеологическая составляющая была определена во многом уже через фотографическую призму. Итак, Эдвард Уэстерн это группа F64, они тоже проповедуют этот принцип максимальная резкость F64 это закрытая диафрагма максимальная резкость для чего? Для того, чтобы избегать по возможности всякого субъективизма, чтобы реальность предстала перед нами в своей фотографической сущности, то, как ее может видеть камера, а не как я ее себе воображаю. То есть перенос происходит на субъекта, как это у импрессионистов, на то, что объективный мир, существует контактность, которая способна быть зафиксирована с помощью опять же объективной технологии. И он много снимает пейзажей, предметов, они во многом эти образы кажутся эротичными, он снимает женское тело на природной среде, и далее вы увидите, как в общем-то Уайт близок этой стилистике, по многому близок. То есть это фрагментирование реальности, это всматривание в ее какую-то часть своей эстетической завершенности, своих контрастах. И здесь, когда приходится говорить про Эв-64, то я вспоминаю слова Паскаля, у него есть такие короткие слова, они так называются слова, где он говорит о том, что сверхъестественное в естественном проявляет себя по мере нашего приближения к естеству. Ну, то есть об этом стоит, конечно, подумать, но смысл в том, и эту тему позже будет развивать White, не как Паскаля, а как собственное рассуждение о том, что фотография не может быть абстрактной. То есть мы приближаемся просто к какому-то фрагменту, который мы не видели. И через этот фрагмент мы начинаем постигать нечто, что скрыто было от нас ранее. И вот это скрытое ранее мы сейчас оставим как мешочек рядом, который откроем чуть позже. А вот это абстракция или нет? Да нет, фотографии абстрактной не бывают. В этом ее особенность. Даже если мы говорим про абстрактную фотографию с тренда, то нет, никогда нет. У фотографии всегда есть то, что вы снимаете предмет. Вот в этом ее особенность. Вот сколько бы вы там не выходили на какой угодно, там, то, что вы снимаете? Конечно. Вот поэтому это не может быть абстракцией. Мы не можем уйти от того, чтобы изображать. Фотография не может не изображать. Черепуху запомните, она потом тоже появилась. А? Это прямо из-за изоляции какая-то за 21 век. 21 век очень нищий. Вот. Вторая фигура, это, собственно говоря, можно сказать, первая фигура в 64 Энсел Адамс. Вот. Тоже создатель технологической теории, создатель теории печати, потому что это тоже все разрабатывалось, каким образом нам получить отпечаток, потому что когда появилось увеличительное оборудование, мы смогли видеть не только там амбротип или контакт отпечаток, то есть необходимо было целую теорию печати выстроить. И вот Адамс был великолепен, автор, печатник. Вот. он был пейзажист, прямо можно сказать пейзажист, и его фотографии там очень редко появляются человеческие артефакты. В основном это природа, это национальные парки, Калифорния богата этой красотой. и такое ощущение, когда ты смотришь через его фотографии на мир, то это будто бы мир еще до создания сотворения человека. Он в какой-то предстает своей первозданной дикости. Хотя мы понимаем, что ничего первозданного за столько лет развития сапиенса нет, но вот Адамс как-то это все удавалось передать стихию без двуногого гордого существа. И Адамс сыграет определенную важную роль в жизни Майера, хорошую роль, неплохую. Тут надо сказать, что особо врагов у Уайта не было. По-моему, здорово. но главным для Уайта остался вдохновителем все-таки Уэстерн. Он признавал, что человек, которому он хотел следовать, хотел ему во многом подражать. Итак, вот эта группа Адамс, Уэстерн, потом уэстерн. 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 Ланг. Вот, молодец. Смотри-ка, он прям перейдет в четвертый класс. И так, конечно, это Ланг. На тот момент журнал Камера ВОК прекратился в существовании, но была американская фотография, существовал еще журнал, и вот на Западе было решено создать новое фотографическое издание, которое будет называться Апочек. По-русски это отверстие, вообще диафрагма так обозначается. Мы говорим диафрагмой, я даже почему-то не знаю, откуда это слово произошло, но один раз был смешной случай, там была одна выставка, где были немецкие авторы, и один из наших товарищей поднял очень оригинальный тост за диафрагмой. И немцы заумновались, потому что диафрагма это противозачаточные таблетки. По-немецки это бленда, то есть затемнение, а вот по-английски апочи, а вот у нас диафрагма, ну вот так. И вот такой языковой казус, так сказать, чуть не привел к разрыву дипломатических отношений. Так вот, И. Уайт становится редактором этого журнала, и он будет бессменным редактором этого журнала 22 года до самого момента его закрытия. У этого журнала появляется одна богатая женщина-дама спонсор, которая выкладывает сумму денег, достаточную для того, чтобы напечатать журнал, и ну, может быть, какие-то небольшие деньги иметь редактору и выплачивать авторам, но очень незначительные. Как только у нее закончились средства, то соучредители этого журнала найти средства для его продолжения не смогли, и журнал закрыться. Но это будет позднее. Еще очень важный момент, важная дата, я вот сейчас про его теорию, которую он начал развивать, и эту теорию, зачатки этой теории он получил от своего условно папаши, стиклица, про соответствие. И вы сможете прочитать сами, да? Или стоит слух? Спасибо. Я на вас надеялся. Как закончите читать, скажите. это ведь просто аристотельская эпоха, эпоха, идея отказа от знания, т.е. я приступаю снова к изучению, для того, чтобы мир открылся мне. Вот. И вряд ли он был знаком с трудами Аристотеля, но может и быть. Вот. Но он был хорошо знаком с трудами различных как это называется, скажите, типа Бловацкая, это как, подождите, как я забыл. А? Амни-йога? Нет, 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 это же эзотерика, вот, да? Эзотерика, он очень увлекался эзотерикой, духовными практиками, буддизмом, медитировал и так далее. И для него это было очень важным моментом контроль своего состояния. То есть фотография для Уайта не существовала без саморефлексии в отношении творческого арта. То есть для него это была постоянная связка и это привело к появлению довольно обширной статьи, где он обосновывается, всю эту теорию соответствий. И если бы мы не знали, что Уайт это практикующий фотограф, а не философ, мы бы решили вполне с вами возможно, что это какой-то феноменолог написал, который изучает мир, явленный нашим чувством и как мы взаимодействуем. Так вот, вкратце, к чему сводится эта теория соответствий. Я так перелистну. здесь ключевым будет случайный символ. Вот теория случайного символа, она ключевая во всей этой теории. Что это значит? Это значит, что когда фотограф наводит свою камеру на что-либо, то он следует некому внутреннему побуждению это сделать. То есть что-то находит отклик в его душе, в его состоянии и он таким образом запечатлевает а и объект и свое состояние. И в этот момент, в этом соприкосновении происходит рождение случайного символа, который теперь начинает запускать аппарат зрителя, который в этом тоже видит нечто, что касается и объекта и его самого. То есть этот символ теперь имеет свободную циркуляцию и эта вся теория создана до войны. Если посмотреть на работы многих фотографов конца 19-го начала 20-го века, они предвосхитили вообще теорию искусства второй половины 20-го века очень-очень много. Но в силу того, что это была маргинальная группа, по сути, не включенная в тот штат определяющих, что есть искусство, а что нет искусства, мы сегодня можем с удивлением обнаруживать то, что, боже мой, боже мой, это оказывается за несколько десятков лет было уже все изречено. Мы не можем сказать, что продумано, но изречено. и так, и вот в этом моменте того, что человек проявляет себя, в этой съемке снимает себя, и через появление этого свободного, так сказать, радикального знака он включает других в эту историю соавторства, такой вот коммуникации, это то, что смерть автора станет модным в конце шестидесятых, вот, в тридцатые годы, сороковые уже Уайт описал, то, что этот знак не принадлежит автору, он теперь становится свободным, и в него включаются многие, многие, многие другие. И все свои работы он рассматривал тоже как проявление некого состояния духа, психики, и позже он увлекся мистицизмом и принял католицизм, и собственно говоря, его увлечение духовностью в какой-то момент сыграло с ним такую шутку не очень, но мы об этом сейчас поговорим. А что изображено было на предыдущем слайде? Вот здесь? Да. Я так полагаю, что это окно, занавески и блик. Как будто какой-то кусок яблока вообще. Вот это, да? Да, как будто швейная машинка. Вот смотрите, как здорово. Это вот ровно то, что подтверждает теорию его. То есть изображение, включая теперь ваше воображение, вы начинаете видеть что-то свое, откликается ваша душа на что, и вот это погружение в рефлексию на тему того, что же вы увидели, на что же вы откликнулись, вот является самым важным для Уайта, и позже в одной из статей он будет писать, что существует представление о том, что если вы видите что-либо непонятное, то вы, наверное, сумасшедший, вы больной, 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 но эти люди не ставят вопрос, что возможно вы увидели просто то, чего раньше не знали. И здесь он проводит параллель, с утверждением, пограбились с этим, с тестом Рорша, да? Да, вот эти вот цветовые пятна. То есть эстетическая теория говорит, что искусство не должно превращаться, когда фрейдизм начал занимать довольно серьезное пространство в теории, не должно превращаться искусство вот в этот психоанализ, в эти пятна Рорша. Вот, а Вайт как раз будет говорить, что, но ведь в этом же и сущность искусства в том, чтобы кого-либо в чем-либо убеждать. То есть он и само искусство не рассматривает как что-то, что существует априорно, само в себе, он его рассматривает опять же, как некую систему коммуникативную, которая выстраивается в результате сложных наших социальных отношений. Я думаю, что здесь во многом Шапира оказал свое влияние, хотя эстетика, которую проповедовал Шапира, она во многом отличается от того мистицизма Уайта. Но здесь понятно, что изображение. для вдохновителя поисков и развития этой теории эквивалентов Уайта был, я уже говорил, Стиглиц, во-первых, его серия работ Эквиваленты, а главное это его вот эти вот рассуждения о трансцендентном искусстве, о чем-то, что за тем, что мы видим, за образом, поиск вот этого какого-то смысла, очень туманного, очень неопределенного, и я уже говорил, что все это складывается только потому, что есть определенное противостояние, есть группы, которые говорят, что да, фотография это не только творческая практика, а это то, что должно претендовать на роль искусства и для этого необходимо, конечно же, теперь выстроить целый язык, который бы это объяснял. Только этим я могу объяснить то, что так бурно начинает развиваться эта индустрия производства контекстов на тему фотографий. Это вот пейзаж Уайда, он много путешествует по национальному парку опять в Калифорнии и практически каждый год он создает какую-то новую серию работ. Итак, теперь вот что очень-очень важно. Он в 1953 году познакомился с супругами Ньюхолл, это люди, которые сыграли, пожалуй, ключевую роль в том, чтобы фотография обрела свое место в каноне, но на тот момент это кураторы Музея современного искусства в Нью-Йорке и в 1953 году они предлагают Вайту сначала работать и выполнять заказы для музея, а потом это дает ему возможность зарабатывать каким-то образом хоть какие-то деньги, а вот в 1953 году открывается вот что важно, открывается дом Джорджа Истмана, кто знает, дойдем на него, Джордж Истман это компания Кодекс, создатель фотопленки, человек, который придумал фотопленку, до этого до него снималось на фотопластинку, на стекло, а вот уму хотелось, чтобы можно было снимать сериями, он придумал фотопленку, создал компанию Кодекс, и вот компания Кодекс открывает дом-музей Джорджа Истана, это по сути первый музей фотографии, где помимо постоянной экспозиции, посвященной Истману, будет сменяемая экспозиция фотографическая, и вот туда в качестве куратора приглашается Уайт. Чуть позднее Уайт станет редактором и журнала, который издается в этом доме, я буду так немножечко листать картинки, журнала, который издается в этом доме, он называется Image, просто, он издавался долгое время, по-моему, сейчас прекратил уже свое существование, одновременно Уайт преподает, он приглашается в Рочестерский университет сначала, и там преподает фото-журналистику, в Рочестерский технологический институт, где преподает фото-журналистику для архитекторов, вопрос зачем фото-журналистику, также он потом преподает в Линойском университете для инженеров, и вот здесь это интереснейший на мой взгляд опыт, фотография тогда не является на тот момент университетской дисциплиной, ее не существует программа, хотя фотография как университетская дисциплина появилась в Лондонском университете в 1849 году, но понятно, что изучалась она не как художественная фотография, а как некая технология, которая должна найти применение и развитие, то есть как преподная дисциплина. А здесь происходят следующие опыты, когда здесь нужно заметить, что психология развивается бурными темпами, и открытия, которые совершаются в области психологии, они адаптируются к социальным потребностям, и в ряде университетов принимают такие решения, как на такие специальности, как инженерная, например, или архитектурная, добавить еще какие-то творческие практики, чтобы развивать творческое мышление у студентов. Вот, и, ну, я не знаю, имело это эффект или не имело, потому что это сошло на нет, но через какое-то время фотография стала университетской дисциплиной, и сегодня там в Штатах довольно серьезные требования, нужно иметь либо мастерскую степень, для того, чтобы заниматься фотографией, либо быть членом ассоциации, то есть там довольно серьезно, там, где так серьезно нет, там иногда кровь бежит из глаз, когда проходишь мимо витрин фотостудии. и в это же время он разрабатывает первую трехлетнюю программу преподавания фотографий, то есть все это имело эпизодический характер, то есть вот ту кружковую форму, которой мы сейчас с вами занимаемся, а там создается им первая программа, выдержанная, так сказать, на три года, и позже он создал четырехлетнюю программу. Простите. В 65-м году он преподает в Массачусетском университете технологическом и в 71-м году оказывается в числе соучредителей фотографической школы в Бостоне. То есть помимо того, что он ведет активную творческую жизнь, плюс издательскую, плюс теоретическую работу, которая оказывает влияние, и это еще и преподавательская, педагогическая работа. То есть человек, который совмещал в себе очень много функций, и именно поэтому, я думаю, Шарковский его поместил на этот пьедестал как самую влиятельную фигуру, потому что действительно он оказывал серьезную влиянию. Это страница из журнала, который он редактировал в доме Мисмана. Нет, это из аппочи страница. И здесь мы видим фотографию из Мод, это учительница этой... из Торакея Иванка. Та сам ты такой? Нет, конечно же. Да что ж такое-то? Скажите, как ее запал? Она застрелилась потом. Арбус? Арбус, Диана Арбус. Да, совершенно верно. Учительница Диана Арбус, Лизаэк Мод, она отвечалась, у нее был, у нее очень близкий был по иронии взгляд Бросае, который работал в Париже. То есть это всегда были насмешливые работы, это всегда было много иронии по отношению к горожанам. Вот, и вы видите один из таких снимков, которые мы не можем иначе воспринять, и она работала уже камерой, которая снимала на кинопленку 35 мм. Надо сказать, что эти технологические разработки, они тоже имели свою историю, вхождение и фотография, и кино, то искусство, которое неразрывно с технологией. Да, то есть и каждая технология, она является одновременно и эстетическим инструментом. И вот очень интересная была работа, это я сейчас коробку вынесу, взял, из огромной статьи, где он развивает теорию камеры 35 мм, маленькой камеры. И вам нужно тогда дать представление о том, как работал White Sun. Он работал сначала на карданную камеру, это большая камера с мехами, потом у него был спид-график 4 на 5, это уже камера, вы достаете шибер, делаете экспозицию, задвигаете, и в момент, когда вы снимаете, вы не видите ничего, то есть вам нужно создать перед собой мир, увидеть его целиком и только тогда снять. И у него там большая теоретическая работа, которая разбивает этапы работы с маленькой камерой. Для него человек с маленькой камерой, это который постоянно включен в ситуацию, момент реакции моментально, мгновенен, практически с событием совпадает, он на тике, как он пишет сам, вот, и он разделяет это все теперь на этапы работы, потому что фотограф, который делает эти снимки, снимая на маленькую камеру, он по сути не видит, что происходит. Вот еще один важный момент, это по сути такая дзен-буддийская практика стрельбы из лука, то есть ты должен быть настолько сконцентрированным, чтобы попадать в цель, то есть все дыхание, все должно совпадать, твой психический настрой, ты должен схватить этот решающий момент, здесь в этой эстетической теории у Вайта его теория эквивалентов находит свое синтетическое такое единение с теорией решающего момента. Эта теория родилась на другом конце озера, вот в Париже, там был такой фотограф под названием Анрика Картей-Брессон, не путай с Робером Брессоном, который кинорежиссер, а Анрика-Ртей-Брессон живописец, потом был документалистом, кинодокументалистом, потом фотографом и прожил долгую жизнь, потом, когда уже не мог снимать, он снова вернулся к карандашу. И у него была теория решающего момента. Он снимал на маленькую как раз камеру. Для него важным было то, что в определенное время реальность складывается художественным образом. То есть все элементы занимают свое место и важно тебе схватить этот момент. То есть ты охотишься за моментом. Ты не вмешиваешься в жизнь, ты не создаешь ее. Ты просто ее схватываешь. И он, конечно же, не считал фотографию искусственной. Он считал фотографию средством информации, а себя считал таким вот охотником за этой информацией. Вот. Это вот два подхода. Уайт их в своей теории объединяет. Для него существуют и эквиваленты, и решающий момент. Вот. И эта работа вот она снова вот это чисто феноменологическая работа. Он раскладывает все на этапы. То есть что происходит? Вот этот момент меня восхищает. Давайте это постоянный анализ своего состояния. И потом его попытка выразить в языке, в словах. Первый момент это включенность в само действие. Второй момент это то, что происходит, когда мы должны посмотреть, а что же у нас получилось? Это вот маленькие картинки. И тогда делается следующий этап, это контрольные отпечатки. На этих контрольных отпечатках выводится возможное кадрирование, рамка. Потом делается небольшое увеличение, чтобы увидеть вообще, что он содержит этот негатив. Он очень маленький, по 4 на 36 миллиметров всего лишь. и потом уже когда мы вытянули его до какого-то небольшого размера, может 13 на 18, потом становится уже другой этап работы, а как это теперь создать, как это напечатать, как этому дать вид. И вот здесь уже происходит разбор тональности и создается план создания отпечатка. После того, как отпечаток готов, его нужно показать. То есть возникает момент дисплея и здесь появляется зритель, который тоже определенным образом реагирует на изображение и дополняет его, внося свои смыслы. вот что самое важное здесь, это задолго до концептуалистов. Это вообще статья им было написано в 29 году, опубликовано в 49. Он говорит о том, что работа маленькой камеры предполагает метод серийности. Сама по себе одна фотография скорее всего будет неудачей. нужно смотреть серии в сочетании снимков друг с другом. Это тот метод, который будут исповедовать все, кто будет относиться концептуальному искусству, серийности. Вне серии ничего не существует, существует только серия. Но здесь опять же это важный момент, потому что кинематограф оказывает сильнейшее влияние. Это так, и на тех, и на других. Так вот, что интересно, эта статья была написана в 29 году по его записям бесед с Модул, которая тогда преподавала работу с маленькой камерой, ну, для таких любителей, что с ней делать. Когда Модул прочитала эту статью, она сказала, в ней нет ничего из того, что я говорил. Но у него вот этот момент важный теоретизирование, интерпретации. Итак, движемся дальше. Что происходит с Уайтом в 62-м году, это уже его зрелый возраст, зрелый период, у него снижается творческая активность, фотографическая, но у него набирают обороты в образовательные деятельности, его приглашают с выступлениями везде и всюду, он мечтает побывать в Европе, где он никогда не был, попадет туда только в год своей смерти впервые, с лекцией в Лондон. Вот, он создает ассоциацию фотографического образования, то есть возникает необходимость создать систему образования, ее продвигать как форму, которая необходима для того, чтобы эта творческая практика, это культурное явление могло развиваться и существовать как фотографическое искусство. Я параллельно немножечко вылистаю и эти работы были сделаны особняк сейчас не помню владельца, это по заказу как раз дома-музея Истмана, он снимал его по-разному, он активно использует инфракрасный фильтр, вот эта белизна листвы, это ровно от того, что инфракрасный фильтр отсекает спектр, пропускает только определенные лучи и зелень становится светящейся, излучает много тепла, а небо становится темным, облака светлым, такой контраст. Это обложь журнала Image, где он является редактором, мне надо было раньше все это листать, но я увлекся собой, своим языком, практикой говорения, вот, это все тот же осогнят, вот там красный, вот это выставлено, я видел, на сайте за 3500 баксов на рубеже. Ну, это, видимо, будет как-то сказать, есть такой момент, как тиражный постер, потому что оригинальный отпечаток, он будет исчисляться десятками, но это не означает, что он сам по себе имеет такую стоимость, да, просто за эти деньги не жалко. Я так это листаю, сейчас вам показываю картинки, вы, конечно, можете и сами смотреть, потому что моя задача не рассказать про каждую работу, его творческие этапы, а мне хотелось через пример Уайта поговорить на тему как раз того, что происходит, почему, какие объективные предпосылки складываются к тому, чтобы фотография стала тем, что мы сейчас африори считаем, это же искусство, конечно, конечно, да, но и сегодня еще не все, например, в российском законодательстве фотография не фигурирует как предмет искусства, вы можете ее спокойно через границу возить туда с ума с проблемами, это хорошо, это очень похоже на концепцию сознания и подсознания, само собой мы об этом и говорим, просто очень интересно, что подсознание это все, что подсознание мне ослоло, но по идее оно все равно есть, это как раз выдержка о том, что он обосновывает в одной из своих статей невозможность фотографической абстракции, тогда это не может абстрактно, да, мы называем что-либо абстракцией, что не понимаем, но здесь мне хочется в поддержку Уайта привести пример такой из книжки про Дэвид Линч Как поймать большую акулу так она называется книжка посвящена его занятиям трансцендентальной медитации он говорит, что он медитирует минимум 10 минут в день каждый день и вот там есть страница которая мне очень нравится когда он решил пройтись до студии пешком и на обочине увидел труп собаки которую сбила машину и этот труп уже разлагался и там были червы и тогда он встал на четвереньки и вплотную почти вплотную приблизился к этой плоти и он перестал видеть смерть он увидел путь в жизни понимаете да это я вот к этому паскалевскому приближению к реальному для того чтобы увидеть то что нам представляется сверхреально оно все существует в неизменной взаимосвязи так вот под конец своей карьеры и жизни а умер он в 76 году от сердечного приступа вернувшись из Лондона со студентами он еще съездил в Перу и вот и этого уже не пережил весь свой архив он завещал в Массачусетском университете где работал и он им распоряжается так вот в конце 70-х годов он уже вызывал своей фигурой своей теорией довольно большой объем критических работ то есть критических статей потому что этот мистицизм казался неуместным уже на тот момент там началась новая эстетическая эпоха новый технологический уклад и от него требовали социальной включенности ответа на социальные задачи на социальную проблематику и многие из его студентов они стали известными журналистами это в общем никак не приводило к разрыву но восторженная критика сменилась критикой критического содержания это действительно было произвело ли это какое-то впечатление на Вайта я не знаю я думаю что он человек был достаточно цельный погруженный в себя но тем не менее мы говорим о том что это тот момент перехода вот эта эпоха ушла эпоха модерна закончилась которая пришла эпоха которая маркируется как постмодерн с его плоскостностью вряд ли Вайту было интересно поэтому умер он вовремя и здесь я хочу суммировать информацию которую мы проговорили сегодня что же все-таки легло в основу того чтобы фотография стала принята мы уже сказали что существуют группы которые отвечают за то что будет искусством что не будет искусством скажите пожалуйста например в средние века являлось ли что был вы памятистый так считал ли кто-нибудь сказать фарс какое-нибудь искусство или народная роспись считалась ли она искусством а народная песня считалась ли она искусством конечно не считалось а считается ли сегодня народное искусство искусства. Нет, в лучшем случае его маркируют как примитивное искусство. Правда? Но в целом это фольклорг, это что-то другое, это то, чем занимается народ. Но мы не такие. Это очень-очень важный момент. И поэтому, когда мы говорим об эквивалентах Уайта, мы должны понимать, что все эти и теории, и художник, и, в том числе, для тебя информация. Это все мы можем рассмотреть через А, либо марксистскую теорию, либо то, что избегает слова марксизм, но уходит в так называемую теорию иерархии, это постнеклассическая наука. В целом все одно и то же. Мы рассматриваем теперь не явление как застывший А, а как знак, который циркулирует в системе социальных отношений. И вот в этой системе социальных отношений главную роль играло увлечение буржуазии фотографий. То есть это стало их большим-большим хобби. Вот что очень важно. И есть замечательное у Бланша исследование, социологическое, где проводится вот эта дифференциация отношения человека к фотографическому аппарату, человека, принадлежащего к среде рабочих, крестьян и человека из буржуазии, из состоятельных слоев, получивших образование. И там все сразу становится видно. И здесь всегда существует в этом отношении, в капиталистическом обществе, господствующий класс утверждает свои ценности как абсолютные для всех. Так же как аристократия утверждала свои ценности ранее при феодализме. И это все так. Так же как рабовладелец, ну понятно, он был и демократом этичным одновременно. А как иначе? Вот. И если мы говорим с вами о том, как это развивается, то развивается это, а, через увлечение буржуазией фотографий, все больше увлечения. Второе. Это журнальная история. Растет их количество. И растет до какого-то момента их качество. Потом оно складывается. Вот. Это создает определенный информационный эффект тотальности. Да? Фотография теперь всюду. Но она действительно всюду. И такой психолог, как Арнхейм, пишет целую книжку о психологии визуального. И там он приходит к выводу, что если сегодняшний день, это середина 20-го века, всю живопись к чертям собачьим жечь, никто не заметит. Но если убрать фотографию, то человечество растеряется. Мы начинаем видеть через фотографический образ его тотальное присутствие всюду. Вот на сегодняшний день статистика говорит, что средний европейец 25 тысяч картинок в сутки. Перед нами вот так, стеной просто. Вы имеете в виду на фотографии, картины или... Фотографических картинок, фотографических изображений перед нами мелькает в среднем 25 тысяч в сутки. Мы едем, рекламные адвокаты, листаем вот эту херню. Ну и так далее. Газеты, журналы. А? Лаборатория могла бы быть. Как? Лаборатория, восприятие могла бы быть. Посчитай, сколько денег, вот так вот ты видишь картина. Ну да, это я как всем советую считать жевательные движения во время Одессы. Очень увлекательно. В целом, конечно же, да, но это и теперь территория не восприятия, не развлечения, да. Фотография стала настолько массовой, что уже мы не можем определить ее иерархическую структуру, где главная, где второстепенная, что она снова размывается, и снова она будто бы не искусство. Вот, например, уже на протяжении там всего времени развития цифровых технологий в американских университетах, где преподается фотография, очень большое количество студентов занимаются как раз как террористической фотографией, сложными процессами, потому что это возможность встать в сторону и сказать, что мы не такие. Вот. Выйти из процесса этой унификации цифровой. Следом за журналами, за индустрией журналов, а журналы тогда это не столько индустрия, сколько попытка буржуазии заявить о своем увлечении, и это средство пропаганды. А вот потом уже коммерческая история появится позднее, но до этого начинает появляться история следующая. Ну, во-первых, такие музейные институции, как вот музей современного искусства в Нью-Йорке, он время от времени в первой половине 20-го века покупает фотографические изображения. У Уайта их купили целых три. Вот. Это его тоже дико вдохновило, как раз в 41-м году. Но музеи и фотографии-то появляются не при музеях художественных. Они создаются корпорациями, которые производят фототехнику и фотоматериалы. И им необходимо теперь придать всему этому тоже некий флёр чего-то очень-очень важного и значительного. всё, что мы делаем. Поэтому появляется в Штатах первый музей Истмана, а второй музей открывает компанию Polaroid. То есть исследование технологии в поле эстетическом осуществляется благодаря корпорациям. Это их включение. Они понимают, какие камеры они будут под это продавать. То есть это уже та история, которая маркетингово просчитана. Можно так сказать. И позже уже в эту историю включаются, конечно, и музейные институции художественные, но главным фактором для того, чтобы уже завершающим, скажем так, это вхождение в корону искусства, станут всё те же концептуалисты, которые скажут, всё это не важно, беру фотокамеру и что-нибудь ей делать. И так появится фотография художников, которые занимаются. Люди, которые позиционируют себя как художники. Соответственно, там выход за пределы полотна, всякие перформативные практики, которые нуждаются в фиксации, иначе они пропадают, не существуют, их нужно зафиксировать. И фотография уже неизбежно становится описываемая как художественное явление. И здесь уже возникает такая развилка, когда появляется фотография художников и художество фотографов. Здесь уже две эстетики, два направления, но это уже и не сегодняшняя тема. Но вот мне кажется, что я, наверное, что-то ещё потом когда-нибудь вспомню, но может быть. Вот помните черепуху? Вот, но сейчас, мне кажется, я, как сказал, почти всё, что я хотел сказать, как я хотел через фигуру Байта посмотреть на то, как фотографии в середине XX века занимают своё место в каноне искусств. Теперь можно мне выражать недовольство, восхищение или задавать вопросы. Вообще вот интересная мысль была, что вы говорили про серийность, сказали, что вот это что-то новое. Я подумал, а что в этом может быть нового, если же в серии работ небольшие художников они были, и та же мультипликация, да, разве вот эта вот серия фоторабот она является новой по отношению к принципу мультипликации? Вообще нет. Но, тем не менее, вот этот вот факт, сам факт того, что теперь можно сделать определённую серию друг друг за другом как бы действий, которые нельзя было сделать, ну, которые было очень долго делать именно как художник, да, вот это вот очень важная как бы особенность, которая, особенность именно фотографии. То есть теперь можно сделать работу из девяти кадров там, друг за другом почти идущих, в то время как раньше, ну да, как бы БОСХ, эти триптиф, да, ну, в принципе, как бы, я не знаю, я не послушал, но... Да, этот принцип был, конечно, триптихов, там, квадриптихов, полиптихов, это всё так. Да, но здесь это прямо можно сделать гораздо больше объёмов. Вы правы, и такие работы есть, но они занимают не такое большое место. Когда он говорит о серийности, он говорит не выстраивание последовательных кадров, а подборка их по принципу монтажа, то есть когда тема объединяет серию. Тогда непонятно, что это новое. Что в этом нового? Для фотографии это новое, там он прослеживает разницу между тем, что человек делает, используя большую камеру, где фиксация вот этого момента, она, ну, почти невозможна, понимаете, да? Он занят тем, что он наделяет мир окружающий своим эмоциональным и метафизическим свойствам, по сути. То есть он создал мир. Плюс, если камера достаточно большая, вы очень подробно видите всё, что там будет на этом матовом стекле за чёрным покрывом. Когда вы снимаете маленькой камерой, то у вас нету, во-первых, этого чёткого видения, есть интуиция, рефлексы. Да, 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 да. А потом уже вот момент этого монтажа, сборки фотографий. Тогда такой вопрос, а в чём же, как бы, фишка фотографии в сравнении с картиной? В чём фишка в сравнении с картиной? Ну да. Новое что-то такое, ну, как бы, в своём и качестве. Ну, хорошо, видите, фотография... Как раз схватывание моментальное. Ну, здесь, да, давайте так, я тут... Просто делал ведь этот Герхард Рихтер, это фотореализм, он фотографировал, потом попересовывал. Ну, так, это многие уже подкладывали, потом него Мангард вырастет весь, как копирование любительских фотоснимков. Это всё так, но это уже позднее, да, уже фотография как медиум вошёл, а теперь его желание возникает интерпретировать. По сравнению с живописью, фотографический образ обладает некоторыми свойствами. Во-первых, он несёт в себе категорию времени, как обязательную эстетическую категорию. Потому что это, с одной стороны, конечно, ваш мир, который вы создаёте, но это объективное положение атомов, которое совпадёт теперь с положением атомов на светочительном материале. Это довольно важно для того, чтобы понимать фотографию. В целом, четыре принципа фотографического изображения они сформулированы, и мы можем о них говорить, да? Первое – это документальность. То есть живописный образ, ни один рукотворный не может быть документальным. Объективно, конечно, да. То есть, что означает документальность? Это не значит, что мы создаём некий документ. Ведь я могу создать нечто, что не существует, создать некий нутюрморт, выстроить его и снимать. Но я в любом случае документирую то, что находится перед камерой. Я не могу создать то, чего нет. и не могу ничего потом в изображении привнести или вынести. Сам факт, что в нутюрморке присутствует капуста, уже говорит о том, что в это время у вас капуста продавалась. Это капуста, совершенно верно. Капуста продавалась. Стоит добавить или изъять, это не документ. Почему-то сказать, вот эта история с фотошопом, это конец фотографического. Всё. Документальности больше не существует. Мы снова в Средневековье, мир единорогов, летающих драконов, чего угодно. И эта история была в своё время, когда, лет уже наверное 10 назад, просто там мой друг к этому имел отношение, он документалист, когда один человек получил World Press Photo за серию картинок, и все знали, какой он ухлёдчик, что это не реальность. И тогда он собрал целую, так сказать, команду, и они настояли, чтобы жюри затребовали исходные файлы. До какого-то момента в судебном, там, доказательном производстве цифровая фотография вообще не принималась. Вы можете сделать всё, что угодно, понимаете, да? Только вот плёнка. Это момент фиксации действительности. Вот, и после этого, случая, у того забрали премию, но теперь, если вы подаётесь на какую-то серьёзную фотографическую, журналистскую премию, вы должны им предоставить RAW файл. Всё, поэтому теперь вариант «я снимаю в JPEG» не проходит. У вас в JPEG вы больше не существуете. Всё. Вы должны снимать в то, что может им служить доказательством. Что вы туда ничего не внесли, не вынесли. Никаких цифровых. По сути, да. Вот, это важный момент. Второй момент – это случайность. Всякая фотография случайная. Случайная не потому, что она случайно появилась. Она не случайная. Я её тщательно готовлю. Вы её тщательно готовите, выстраиваете свет. Всё такое. Но случайная она потому, что, когда вы что-либо рисуете, каждое ваше движение рукой, каждый стрих, он не случайный. А здесь масса деталей, которые я не контролирую. Я просто их организую. И всё. И в этом плане они случайные. Они от меня не зависят. Они мне не подконтрольны. Ваши волосы, поры лица, отпечатки пальцев и так далее. Всё что угодно. Складочки, я могу их поправлять, но я могу поправлять то, что существует. Строчку я её даже не вижу в видоискательном. Это второй момент. Третий момент, который говорит о фотографичности изображения, это он вообще самый первый, это самый простой. Фотография плоская. Она объёма не имеет никогда. Это бумага плоская. А четвёртый элемент её фотографического изображения, это то, что оно не завершено. Незавершённость композиционная. Композиционная незавершённость. Это очень важный момент. В фотографии всегда должны присутствовать. Элементы, которые не соответствуют классической композиции. Элементы, которые случайны, оказались на краю, смещённые элементы. Это важно, потому что это создаёт ощущение доверия. Я вижу реальность, фрагмент этой реальности. Вот это очень важный момент. Эстетически уже важный. В то время, если мы посмотрим с вами на живопись, например, импульсионистов, то на них уже фотографии оказываемые влияют. Вот эти попытки выносить на край главные элементы, передать движение. То, чего живопись делать не может, в принципе, передать движение. Оно всегда выглядит вычурным, неестественным. А фотографии фиксируют. А с выстроенными натюрмортами, допустим, с удовлетворениями, это правило тоже каким-то образом работает? Незавершенности композиционные? Да. Да, вы его должны именно так выстроить. Вы можете увидеть дофига кинчевых изображений, которые полностью имитируют живописные натюрморты. Смотреть на них невозможно. Это вызывает рвотный рефлекс. Да, и желание человеку посоветовать пойти в художественную школу. То есть там нарушен этот принцип, поэтому мы говорим, что он разрушается в таком случае. Вот, если я ответил на ваш вопрос, в этом разница по отношению к рукотворному изображению. Очень много от нас элементов независимых, мы просто организуем. Тони, у тебя был вопрос? Когда закончил? Ну, я просто, как что-то, свои эмоции, что, наверное, я никогда об этом не думала вообще о фотографии, то мне, наверное, это какой-то очень чистый вид искусства, потому что живопись ты воспринимаешь через призму мазков, через призму акторского стиля, да? Ну, абсолютно присутствуют и фотографии, но фотография, она не столько обременена какими-то дополнительными постобработками, и это для меня, наверное, чистое эмоции, чистое состояние. Ну, ты тоже за Вайта, короче. А давайте попробуем критику применить к Вайту. Кто хотел бы сказать что-то в качестве того, чтобы его ущипнуть? Вопрос, что это закончится, и потом люди будут делать по-другому. Как? Вопрос, что это, что так все, ну, надоест, и будет делать по-другому. То есть, как бы, новое движение появляется не потому, что в предыдущем есть брешно, а потому что оно просто другое. Ну, в общем и целом, да, но оно для того, чтобы появилось, появилось, это ведь еще и проявилось, да? Ведь огромное количество различных эстетических идей умирают в мастерской художника. Они не могут проявиться, потому что общественного запроса на это почему-то не складывается, его нет. А потом мы говорим, ой, смотрите, сколько лет прошло, да надо же, это вот так было. Это один из примеров, опять, касающихся фотографии, когда, опять же, музей современного искусства в Нью-Йорке готовили ретроспективу по цветной фотографии. Цветная фотография входила еще дольше, чем фотография просто, потому что считалось, что цвет для фотографии это кич, это реклама, это фотография должна быть условной, черно-белой, вот в этой гамме, в тональностях, вот сейчас, простите, вот как раз из статьи про музыку, что фотография, она как музыка, вот эта гамма серого, эти высоты, вот. Да, и вдруг обнаружили несколько работ такого забытого человека, как Soul Letter. Его знали как рекламного фотографа, но не думали о том, что он был художником. И началась вот такая торжественная, торжественное шествие Solo Letter. Solo Letter, посмотрите его работу, он окончил Нью-Йоркскую Академию Искусств, учился по классу живописи, и его учитель посоветовал ему обратить внимание на фотографию. И он начал делать, работать с цветом, он его дорабатывал, правда, еще сверху, лучше Рихтера. Вот, и да, и он стал очень-очень известен, знаменит, и задорого продавался, и продается до сих пор, и его ретроспективы путешествуют по миру. Ну, ему уже на тот момент было около 90, ему было абсолютно на все плевать. Когда его спросили, почему же вы ушли из искусства в рекламу, он сказал, мне к макаронам еще и соус хотелось. Вот, этим все было объяснено. Но, я к тому, что вот вдруг раз, открытие, оно в тот момент не зашло, оно не могло просто зайти. Потом сделал, значит, и началась эта эпопея выставок, связанных там и Стрэнфилд, и масса других авторов из ранних цветовиков американских, вдруг обнаружили целый пласт художественной цветной фотографии, где фотографический цвет работает, как эстетически главнейший элемент. Вот, то такой очень остроумный и веселый человек, как англичанин Мартин Па, он провел свое собственное исследование и выпустил замечательнейшую книжку под названием, мне кажется, название тут лучше всего. КОЛОУ, КОЛОУ, через Ю, БИФОЛ КОЛОУ, без Ю. То есть, европейский цвет до американского. Он нашел европейских авторов-художников, так сказать, с прекраснейшим цветом, которые были раньше, чем американцы. Вот, такая битва, так сказать, этих двух берегов одного озера. Поэтому я к чему говорю? Что для того, чтобы явления, я опять же, так сказать, повторю, там, Лукача и Шафира и других теоретиков, для того, чтобы, которые близки мне идеологически, для того, чтобы то или иное явление стало общим, необходимы общественные условия для этого. Вот. Само по себе оно ничего не может продвинуть. Вот вы придумайте что-то и попробуйте всем покричать, как бы здорово все придумали, но все и пройдут вот ровно вот там. То есть, в некотором смысле, мы сейчас возвращаемся к началу, да, лекции, как раз за то, что вы спрашиваете. Да, про этот мешочек, да. Почему оно так? Потому что должны сойтись пазлы экономической, политической и социальной реальности. Тогда возникает это и потребность. Художник действительно может опередить время, но, чтобы ему попасть во время, это надо, чтобы совпали эквиваленты. Еще вопросы, товарищи? Каких фотографов вы посоветите сейчас посмотреть? Ну, прямо сейчас? Из современников. Из современников? Да, интересно. Вот, современников, которые сегодня работают. Я же не знаю, какая вас фотография интересует, она же разная. Потому что одно дело документалистика, другое дело художественная фотография, третье дело это фотография, которая нашла себе место в современном искусстве. То есть, разные такие. Вот и с современным искусством. Если с современным искусством, то я вам советую, наверное, посмотреть Кангиду Дафнер, потом посмотреть Штрута Томаса, посмотреть... Алексот. Так, ну вот, Алексот, это как раз человек, который из искусства перешел документалистику, журналистику, но он совмещает. Кстати, очень интересно совмещает. Мой любимый проект у него это Париж-Миннесота. Он его почему-то убрал в расширенном варианте сайта, вы сейчас это не увидите, но я могу вам рассказать. Он делает такие большие серии, выпускает тоже свою газету, журнал как газета, он делает какой-то проект и выпускает газету, где эти фотографии собраны будут листать. Там нет ничего, там только фотографии и название. И тогда это все работает. Кстати, альбомы свои вот авторские Вайт выпускал так же, когда смотрел, а что произойдет, например, трансформация. Первый образ, потом серия, серия, серия. И последняя фотография это этот же образ, только вверх ногами. И для него было важно, как меняется восприятие. Вот, а у Сота это такие документальные работы, но выстроены в такие эссе очень остроумные. И вот в этом «Париж-Миннесота» там первая часть это Париж модного дома Шанель, показ модного дома Шанель. Там модели, модельеры, ассистенты, публика, сцена, вот эта вот вся красота, аксессуары и так далее. А вторая часть это Миннесота. Это девочки с этими штуками, потом какие-то костюмы с короткими у гимна этих, у лицеистов, пиджаком, брючками, невероятные наряды, куртки, косухи и какие-то штаны вот такие, огромные машины, рыбаки, вот эти, сапоги вот такие, вот девочка на коньках, сказать, среди улицы. А последняя картинка, она объясняет просто все. Там стоит укутанная тетя, вот так вот, вот сто штук одеты. И у нее, вот там, на фоне супермаркета, в руке сумочка Шанель. Это очень смешно. И это такое культурологическое визуальное исследование. То есть вот он работает буквально как, если брать, кстати, для вышки визуальное исследование, то сота можно четко брать как вот такого антрополога, который работает с этим материалом. Невероятное искусство. Как хорошо по поводу современной фотографии. Знакомы ли вы с цифровым ремитивизмом? Думаю, что нет. Ребята фотографируют на старых ногочных телефоны, там симот, все остальное. Вообще, ну, на вообще картинки получаются достаточно. Какое-то сладостное впечатление художественности. Ну, я хотел спросить у вас, как вы к этому относитесь, раз вы не знакомы с этим, то... Вообще, не знаю. Я честно скажу, что я не люблю цифру. Меня от нее тошнит. Меня тошнит от самого изображения цифрового. Физически тошнит. При этом... На пальце? А? Я не понимаю то, что с правой сон, пленку вы любите? Да, я люблю то, что несет в себе кристалл. Не симуляцию, не вот этот алгоритм. То есть, вообще, в целом, алгоритм просто прийти к моей жизни. Поэтому кристаллы, их хаотичность меня привлекает гораздо больше. Изображение выглядит живым. Но цифру приходится использовать, например, в каких-то вещах, которые относятся куличные фотографии, цифра бывает очень хороша. Позволяет... Где у тебя нет задачи создать изображение, которое бы производило впечатление самим собой, где сюжет важнее. Но я нашел применение для себя для цифры тоже, потому что если взять цифру ее как следует ухудшить, то очень даже неплохо получается. Я стою и блюдо вот эти пиктореалистические техники нет и нет то есть я цифра если беру цифровое изображение вывожу потом негатив нужного мне формата с него, а потом печатаю вот солями из разных металлов, то все нормально получается. Тогда все хорошо. И здесь мне интересно стало у меня один друг музыкант и звукоинженер и он поделился как-то со мной наблюдением что цифровая запись тоже полное но если потом сводить через не цифру а через электронику то даже этот цифровой звук улучшается становится живым и так просто совпало что надо же вот если взять цифровое изображение и его воплотить через факториальные техники то тоже нормально существует вот но тут каждый ищет видите тоже люди пытаются уйти от этого штампованного алгоритма плоского изображения и вот тут вот смотрите еще важный важный момент действительно то о чем мы говорим и почему вот эта необходимость и непонимание возникало и позже возникло потому что мы существуем в иллюзии будто бы фотографический знак он прозрачный ну мы понимаете да смотрим на фотографию которая изображает что-либо и мы говорим ну вот же все понятно вот оно это изображает а встает вопрос а вот то что мы видим а мы что само по себе прозрачным если на фотографии есть дерево и я смотрю на дерево что дерево само как знак прозрачного я разве понимаю феномен дерева всю его включенную взаимосвязь со всеми элементами и частями мира нет конечно все непрозрачно и фотографический знак такой же непрозрачный но вот благодаря определенным свойствам он обладает таким профанирующим воздействием на мой взгляд почему это и ставят часто под вопрос а можем ли вообще фотографию считать искусством ведь если это изобразил художник то там существует не только этот знак но еще и работа по созданию этого знака если он если он так долго трудился ну если в этой парадигминской буржуазной идеи того что на всех нужно много потрудиться попотеть и так далее что-то стоит рассуждать то это значит имеет какое-то значение очень важное можно интерпретировать а если этот же знак возникает в фотографическом изображении то он уже вроде бы как и не важен потому что все быстро ведь это же действительно так что вы создаете изображение очень быстро ну там если не берем печать что очень не быстро то в целом да бац готовы мир схвачен но только он схвачен таким образом что как будто бы это его последний момент жизни вот это важный момент для фотографии почему я думаю что и теглиц спросил способен ли ты любить потому что любовь тоже связана с этим ощущением крупкости вот но и фотография удивительным образом на мой взгляд совпадает не только с индустриализации благодаря индустриализации она появилась но и с появлением такого такой науки как истории вот они неразрывные и обе обращены в прошлое но при этом способны создавать будущее потому что и для Уайта это было понятно что фотографически вот этот свободный знак он является уже тем что производит то есть зритель включаясь уже начинает производить смыслы эмоции и в этом плане всякое искусство обладает определенной педагогической функцией и вот что я хотел сказать сначала и до этого донес спасибо вам большое потому что я уже забыл а благодаря вам я вспомню ведь все классическое искусство существовало как научение зрению способность художника вообще схватить соотношение объема пропорции увидеть эту линию и даже такой кажущийся абстрактным нам контур а он в реальности существует и если мы будем ходить вокруг объекта где есть свет и тень то мы его будем видеть вот то это ведь то что научало наш человеческий глаз те кто не вовлечены вот в эту работу вот есть особый талант у лучника так рассчитать все и у художника и вот эти одни и те же центры мозга работают что у лучника что у художника то это научение зрения воспитание зрения не только чувства ну то есть потому что смотреть не только вот так как оно есть да, так вы расширяете ведь смотрите люди начинают ходить и смотреть ааа это же вот так это как смотри а тень правда не черная да ты говоришь что одно белое другое черное да а ты говоришь что ну оно не так да совершенно верно то есть это мы научились благодаря живописи потому что все не безусловно если фотографическую например проводили этот опыт на бушменах показывают женщине фотографию ее сына она не видит там никакого сына или не существует то есть ей нужно объяснить что это ее сын изображение его и так далее она через какое-то время только начнет это понимать для нее этот знак не существующий его нужно включить наш культурный обиход сделать психическим феноменом вот а теперь представьте себе появляется фотография которая с одной стороны расширяет колоссально эту палитру и вот в этой парадигме почему я говорил что пытается мыслить модернистских терминах но следует классической парадигме научения души научения зрения вот и так далее и вот сегодняшний вал который схватывает все наши познавательные способности вообще мы не способны уже это различать слишком вот так вот это как раз вы начали говорить про это когда вы говорили о том что в технических университетах вносит фотографию и вот как раз как раз для того чтобы на вещи смотреть еще из другого уме еще из другого да большое вам спасибо